Адвокат Николай Полозов с нами на связи. Николай, рада приветствовать. Здравствуйте. Добрый день. Мы уже видим, как постоянно меняется тактика кремлевской власти касательно, давайте говорить прямо, набора людей для войны в Украине. Скажите, пожалуйста, учитывая то, что уже не только одни депрессивные районы Российской Федерации, внутри них проводится агитация на войну в Украине, уже видим, что в центральных городах, в том числе и в столице, в Москве, также агитируют за то, чтобы подписывали контракт с армией и впоследствии шли воевать. О чем это говорит лично вам, как в первую очередь юристу-адвокату? Ну, это говорит прежде всего о том, что российские власти до сих пор не решаются объявлять состояние войны, не решаются проводить всеобщую мобилизацию, понимая, что это за собой влечет неизбежно социальный взрыв, поскольку значительная масса населения не заинтересована в, скажем так, участии непосредственно в войне, не заинтересована в том, чтобы погибать за какие-то непонятные для них интересы Кремля. В этом смысле показательно, что даже набор контрактников на войну с обещанием выплата денег, с выплатами денег не дает необходимого результата по набору вот этой вот живой силы. И подход, который сейчас Кремль через Кадырово, через его выступление пытается распространить на страну, это распределить эту нагрузку на регионы. Опять-таки, для местных властей, для губернаторов это достаточно большая проблема, потому что желающих даже идти на контракт до сих пор остается немного. Во многом, конечно, это зависит от той информации, которая поступает с фронта, о просачивающейся через пропаганду информации о количестве потерь. Конечно, это не мотивирует для того, чтобы вербоваться и ехать на войну. И хотелось бы здесь отметить фактор полуострова Крым. О чем речь? О том, что российские оккупанты на несколько дней запретили мужчинам выезд из Крыма. Они обнародовали указ о запрете покидать полуостров со стороны Керченского моста, а затем удалили его. В документе также писали, что с 19 сентября выехать военнообязанные якобы смогут только при наличии письменного разрешения военкомата, где должна быть указана дата возвращения. Таким образом, россияне устроили проверку готовности к мобилизации, сообщают в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины. И тут хотелось бы сразу отметить, что, ну, как минимум, Крым – это оккупированная территория России, и проводить вообще мобилизацию на оккупированных территориях, хотя России во вновь захваченных населенных пунктах это не мешает проводить так называемую мобилизацию и ставить под ружье всех, кого, грубо говоря, поймают. Но, тем не менее, сейчас активно очень муссируется в сети, в эстеблишменте российском информация о том, что будет проведена частичная мобилизация как минимум в семи субъектах Российской Федерации. Скажите, насколько вообще, по вашей оценке, это возможно? Я сегодня уже не первый раз задаю этот вопрос, но просто он очень актуален. Семь субъектов Российской Федерации, которые, в частности, граничат с Украиной. И отдельно хотелось бы, чтобы вы высказались по фактору Крыма, потому что проведение на оккупированной территории мобилизации вообще, в принципе, незаконно. Ну, безусловно, любые действия мобилизационного характера в оккупированном Крыму будут являться прямым нарушением 4-й Женевской конвенции, гарантия гражданского населения во время войны. И в этом смысле, конечно, фактически российская власть может это провести, но это будут военные преступления. Что касается мобилизации в нескольких регионах, то здесь важно понимать, технически власть может провести эту мобилизацию, однако необходимо сначала осуществить некие подготовительные действия, направленные на формирование общественного мнения по этому вопросу. Пока общественное мнение склоняется к тому, что оно не готово, носитель общественного мнения, ехать на войну. Вот через различные провокации, через возможные теракты, через возможные обстрелы городов в этих субъектах, не исключено, что власть попытается сформировать общественное мнение таким образом, чтобы у людей была мотивация мобилизовываться и так далее. Поэтому к этому неоднократно прибегал и путинский режим, и до того чекистская власть. И в этом смысле я не вижу каких-то существенных препятствий для того, чтобы власть начала реализовывать этот сценарий. В свою очередь, скажите, пожалуйста, не идет речь о полной мобилизации, но мы видим, что в эфире российских каналов постоянно об этом твердят. Вот в одном из выпусков вечерних эфиров у Соловьева, также и Маргарита Симоньян на этом акцентировала внимание. И, знаете, так легко намекала на то, что... И уже, кстати, я заметил, некоторые пропагандисты иногда начинают уже называть специальную военную операцию войной. И говорит ли это о том, что подогревается российская аудитория и прощупывается сейчас, как отреагирует на то, чтобы объявить войну, всеобщую мобилизацию, чтобы, условно говоря, сделать все по законам Российской Федерации? Ну, однозначно идет, с одной стороны, проверка средней температуры по больнице, то есть замеры общественного мнения и отношения к этой проблеме. А с другой стороны, уже пробрасывается идея о том, что это возможно, придумываются новые нарративы, что, дескать, воюют не с Украиной, чего там с Украиной воевать, воюют с НАТО, вот, НАТО у границ и так далее, и так далее. То есть все вот эти мифы Кремля сейчас активно при, скажем так, активном содействии таких вот идеологов типа Дугина и остальных будет через пропаганду заливаться в мозги россиян. И в связи с потерями, которые несет российская армия в Украине с первого дня полномасштабного вторжения и невозможности объявить мобилизацию, российские власти ищут способы пополнить ряды вооруженных сил России. Как видим, желающих отправиться на войну прямо на улице или чуть ли не на месте, немного, но им предлагают подписать контракт. Фото выложили в одном из городских пабликов. И вот какую реакцию получили на эту публикацию. Давайте посмотрим некоторые комментарии, оставленные под постом о вербовке. Кстати, очень интересная идея. Пост придется еще раз удалить и постить. Позитивы вы тут не увидите. Сергей Романов написал, «Алек Гудвин, у нас 2,5 миллиона чиновников, можно сделать из них армию». Какая интересная манипуляция. Служба выбора настоящего мужчины не знал, что идти убивать или быть убитыми – это лучшее, что может сделать мужчина. Владислав Шнейдер написал. Смотрите, тут хотелось бы сразу отметить фактор господина Пригожина, которого называют поваром Путина, ЧВК Вагнер. Кстати, почему он сейчас вышел на лидирующие позиции в ЧВК – один вопрос. И его уже крылатая фраза о том, что если не хотите отправлять своих детей, то тогда воевать будут зэки. И якобы все с этим смиряются в российском обществе? Ну, скажем так, российское общество, оно же не слишком эмпатичное. Плюс сформирована такая культура, при которой, если человек оказывается в тюрьме, то однозначно он в чем-то виноват и должен нести наказание, то есть его не жалко. И в этом смысле ресурс пенитациарной системы в России, он огромен. Речь идет о более чем 400 тысячах заключенных, из которых, да, можно, скажем так, набрать пушечное мясо, набрать эту живую силу и тем самым восполнить комплектование российских войск. Другой вопрос, что мотивация у этих людей специфическая, то есть нахождение в российской тюрьме, это такие условия, в которые, мягко скажем, назвать человеческими нельзя. Плюс это бесправие, это насилие, то есть для этих заключенных выезд хоть куда-то, хоть каким-то образом, это все равно альтернатива тому, что есть у них. И да, власть абсолютно незаконна, поскольку никакими законами эти действия российской власти не регулируются, через вот эту схему Пригожина восполняет свои потери. А правда, вот в одном из комментариев, которые ранее Сергей процитировал, а где же регулярная армия? Ее недостаточно? Либо с какой целью проводятся такие скрытые мобилизационные движения? Ну, скажем так, та регулярная армия, которая была не на бумаге, а в реальности, она уже закончилась. И для того, чтобы вести активные действия, для того, чтобы сохранить еще хоть какие-то резервы обученных людей, происходит вот такая вот подмена мобилизованным пушечным местам. Это мне напоминает действия, когда говорили о том, что вторая армия мира захватит Киев за три дня, а в итоге два месяца воролись за одну улицу в городе Северодонецк. Тут уже коррупцией пахнет на военном уровне. Тут бы хотелось понять, а кто всем этим командует? Потому что есть регулярная армия, есть обособленная Росгвардия и кадыровцы, есть также ЧВК Вагнер, который, там, Пригожин чуть ли не напрямую подчиняется Путину и не слушает генералов, которые регулярными войсками командуют. Вот, как это назвать, российские объединенные войска, да, на территории Украины. Кому они все подчиняются в итоге? Ну, непосредственно Кремлю. То есть я думаю, что там создан какой-то ситуационный центр, в основном состоящий из чекистов, которые теми полномочиями, которые им лично предоставил Путин, осуществляют управление всей этой, так называемой, специальной военной операцией. Может быть, в какие-то моменты Путин лично принимает необходимые решения. То есть речь не о генеральном штабе, речь не о каком-то отдельном виде вооружения, войск и так далее, а речь о том, что решения в конечном счете все равно принимаются на уровне руководителей вот этого узкого круга российского, в который в основной своей масти входит чекистов. Ну и в свою очередь добавим также информацию, что украинские военные на одной из брошенных россиянами позиций нашли целую пачку рапортов российских отказников из первой мотострелковой роты. Заявлений по меньшей мере 100 штук и все одинакового содержания. В них российские оккупанты пишут, что отказываются воевать и выполнять приказы командования. А вот, Николай, что по поводу настроений внутри самой армии? Я не говорю о четких отказниках, а я говорю о деморализации возможной. На ком она сейчас уровне? Увеличилась ли она, начиная с 24 февраля? Ну, безусловно. Первые месяцы еще была иллюзия, что существует какая-то мощь, что возможно достижение каких-то целей. После того, как первое поражение под Киевом произошло, это был первый удар. Крейсер Москва, потом остановка наступления и вот сейчас Харьковское контрнаступление. Все это не способствует моральному духу в российской армии. Все это, и в том числе действия властей по бездарному командованию, по направлению зеков на войну, подчиненных Кадырова и так далее, все это действует абсолютно разлагающе. И контрнаступление в Харьковской области, которое стало, судя по всему, неожиданностью для российского командования. Скажите, а как муссируется тема, я понимаю, что это перегруппировка, я знаю все формулировки, которые были представлены официально российской властью, и то, что в шоу, скажем так, на телевидении, как это все объясняется, что не отступление, а перегруппировка, но тем не менее настроение в обществе так или иначе зависит не только от телевизора, но и от того, что доходит по информации от тех же детей, которые служат, так или иначе у них есть матери, отцы, жены, и получают информацию как минимум напрямую с фронта, мы слышим все эти перехваты. Также просачивается так или иначе информация через интернет, в частности через телеграм. Вот что говорится сейчас в российском обществе? Ну, скажем так, здесь можно сфокусироваться на последнем заявлении Аллы Пугачевой. Оно, конечно, касалось другого. Финализируем, давайте, наш разговор темой, а как же юридически сейчас в силу того, что всеобщей мобилизации в Российской Федерации не объявлено. Но мы видим, что вот скрытая мобилизация происходит, кого-то в наглую берут и сразу же, ну, я не знаю, как правильно сказать, вербуют или сразу же... Мобилизируют. Мобилизируют, да, давайте так скажем. Юридические моменты. Отметьте, пожалуйста, исходя из закона Российской Федерации, как и чем апеллировать, если такая ситуация произошла? Эта информация уже больше для наших зрителей из Российской Федерации. Ну, что касается людей, которых могут мобилизировать по призыву, здесь, конечно же, речь идет о том, что можно отказаться от несения службы и выбрать альтернативную службу. Пока еще такая возможность есть. Есть возможность уехать. Существует масса оснований для получения отсрочек. Я напомню, что в России до сих пор не введено военное положение, которое может изменить, скажем так, применение законодательных актов. И не объявлена война. Поэтому все происходит по законам мирного времени. Для, скажем так, возможности свои права каким-то образом урегулировать, лучше всего обратиться к юристу, который поможет найти основания для того, чтобы не идти на службу. Что касается контрактников, то, ну, прежде всего, не заключать контракт, ни на какие деньги, которые обещают. Если контракт заключен, его можно, опять-таки, расторгнуть, поскольку мирное время. В том числе по изменению оснований, по, скажем так, тем основаниям, что человек не приемлет для себя больше военное дело. И лучшее, конечно, что можно сделать в данной ситуации, это покинуть Россию, поскольку тогда это гарантированно дает возможность не оказаться на войне. И также хотелось бы уточнить по поводу продления срока службы призывников. Как известно, Путину нужны обученные, прошедшие учебку, как минимум, солдат. И, судя по тому, как плохо идет набор сейчас добровольца, то, о чем мы с вами говорим, скорее всего, он увеличит таки срок службы призывников на полгода, то есть на один призыв. И такое мнение, в частности, выразил Альфред Кох, российские политики и бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации. Федерации также он напомнил, что глава Кремля выдал новый указ, увеличил армию на 137 тысяч человек, там чуть больше, но тем не менее. А это приблизительно как один призыв. К примеру, весной этого года в России набрали 134 с половиной тысячи. Давайте послушаем и продолжим. Вот откуда и взялась эта странная цифра. Это значит, что осенний дембель отменяется и переносится на весну. А пошившим дембельскую форму дедам нужно вместо гражданки собираться на передовую. Ибо Путину, как воздух, нужны обученные, прошедшие учебку солдаты. А призывной контингент, дармовой, ему денег платить не надо. Священный долг, ведь для казны самый дешевый. Альфред Кох, российский политик, бывший заместитель председателя правительства РФ 1997 год, экс-председатель Госкомимущества России. И тут сразу напрашивается вопрос. А как же заявление о том, что срочники не принимают участие в специальной военной операции? Ну, мы же прекрасно понимаем и знаем цену всем этим заявлениям Кремля. В случае, если у них будет практическая необходимость, в экстремном порядке, как они умеют, поменяют законодательство, примут новые правила и обяжут по этим правилам призывников служить там, где им скажут. Николай, вам огромное спасибо. Всегда вам благодарны за то, что вы подключаетесь к нашему эфиру. Николай Полозов, адвокат, был на прямой связи с нашей студией. Субтитры создавал DimaTorzok